Доброе утро! На первом канале включение из Петербурга. После нескольких месяцев путешествия к родным берегам возвращается сразу два российских парусника. Мир и яхта Акела. Оба везут домой призовые кубки за победу в международной регате. 14-метровая яхта Акела была самой маленькой лодкой в гонке учебных парусников. Больше трех месяцев по морям и заливам. От побережья Франции через Бискайский залив по водам Атлантического океана к берегам Испании. Студенты Петербургского университета водных коммуникаций и два преподавателя не без приключений завершили марафон в числе лидеров. На последнем этапе нам хорошо досталось. Ветер был до 30 метров в секунду. Ребята выдержали, все пришли живые. Ну и по этапам мы заняли такие места. Первый этап – второе место, второй этап – третий. И третий этап – второе место. Ну и по сумме трех этапов мы заняли первое место, получили переходящий кубок. 12 человек в маленьком замкнутом пространстве. Небольшое помещение испытания для юных моряков не меньше, чем бескрайний океан. Спартанские условия и качка, от которой не спасают никакие таблетки. Чисто психологически, если ты настроишься, что все мне плохо, все пропало, то это сложно. А если ты там понимаешь, что сейчас вот это надо отдать, а дальше делаешь свое дело, то по-другому. Мне вот нравится, как Витя подходил к этому вопросу. Подождите, что нужно сделать? Так, сделали. Единственный иностранец в русской команде, словак Петр Фриц, внес большой вклад в победу. Хотя его родина и море – понятие далекие, в душе он настоящий моряк. Чтобы подтвердить это документально, поступил в петербургский вуз. В Словакии с морем не дружили. У нас там моря вообще нет, только озера и реки. Но я с папой ходил каждый год на море. Я еще водолаз. Значит, у меня любовь к морю есть. В международном походе Акела сопровождал своего старшего брата, трехмачтовый фрегат «Мир», который также участвовал в гонке и в очередной раз доказал, что является одним из самых быстрых парусников в мире. В этом году был соперник «Польский дар молодежи», наш «Систер Шип», однотипный абсолютно. Вот мы с ним и гонялись. На попутных ветрах. Тут бывает даже фактор не столько умения, бывает даже, насколько везения. «Мир» – тоже учебное судно. Плавучая школа для курсантов Академии имени Макарова. Мы берем курсантов в основу второго курса, и они здесь проходят обязательно морскую практику. Плюс они имеют плавательский ценз. За время обучения в Академии надо набрать 12 месяцев. В этом году они здесь были полтора месяца. Вот практически половина необходимого стажа они уже выкатали, можно сказать так. Им еще 4,5 месяца осталось. Но это уже на других судах, скорее всего. «Мир» – это прежде всего учебное судно, но оно выполняет и культурную миссию. Ну а побывать на его борту может теперь любой желающий, совершив виртуальный тур по паруснику. «Мир» был спущен на воду 25 лет назад. Этот юбилей совпал с личным юбилеем легендарного мореплавателя, капитана-наставника Виктора Антонова. Ровно четверть века назад именно Виктор Николаевич лично принимал новенький парусник, построенный в Польше. Это был 87-й год. 1 декабря 87-го года в порту Гданьск, Польша, на этом судне мы подняли государственный флаг. Сейчас это день рождения. И вот в этом году, 1 декабря, судну будет 25 лет. Долгие недели нелегких испытаний позади. И вот Акела и мир у родного причала. На берегу десятки встречающих, гимн, торжественные речи и команда сойти на берег. Маратарнис, Антон Голубев, Александр Высоких, Андрей Клемешов, Первый канал, Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова